Настя Рупель, и я снимаю видео про книгу, которую я всем советую, людям, которые болеют, которые здоровы. В общем, это китайское исследование книга. Я написал Колин Кэмпбелл. Я хочу посоветовать эту книгу, чтобы прочитал каждый человек на Земле, так как в ней рассказывается о связи питания и здоровья. В общем, в ней много чего рассказывается, очень полезного. Тут есть маленькое оголовление, которое я хочу сейчас прочитать. Эта книга правдиво расскажет вам о влиянии питания на здоровье. Сейчас вот так вот я сделаю вам, чтобы вы понимали, что это книга. В ее основе лежит самая масштабная в истории науки исследование связи между потреблением продуктов животного происхождения и рядом хронических болезней. Название «Китайское исследование» возникло благодаря изучению статистических данных о смертности от рака в 65 округах Китая, которые были собраны по инициативе китайского премьер-министра Джоу Эйн Лайо, умиравшего от этой болезни. На заре своей карьеры автор доктор Колин Кэмпбелл, крупнейший мировой специалист по биохимии, рекомендовал пациентам есть больше мяса, молока и яиц. Это было очевидным следствием его жизни на ферме. В результате более 20 лет исследования Кэмпбелл сделал ряд открытий, изменивших его взгляды на питание, как и взгляды миллионов людей, которые прочли эту книгу. Продукты, которыми мы старательно кормим своих детей, считая их полезными, приводят к возникновению главных болезней – убийц рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Белки в питании оказывали столь большое влияние, что мы могли стимулировать и прекращать развитие рака, просто изменяя уровень их потребления. Один из ключевых выводов автора. Я хочу показать оглавление, что есть в этой книге. Можете поставить на паузу и прочитать. Вот. И тут вторая страничка. Вот. Я хочу рекомендовать эту книгу всем здоровым, больным диабетам, ракам, ой, ну да, людям, которые больны раком, болеют. Эта книга вас спасёт. Честное слово. Потому что я уже прочитала вам, что тут очень много написано о связи пищи со здоровьем. В этой книге есть заблуждение насчёт фруктов. Вот так вот тут прописывает. Противность, противоречести, подведение итогов, а также вот общепринятое мнение, физические нагрузки, движение в верном направлении, подведение итогов и другие вот главы. Белок и стадия промоции. Это... А это глава первая. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, решения, которые нам необходимы. Вот. Так. Вызов, брошенный доктором Макдукалом. Недостаток знаний. Смелая задача. Старка пустая. Глава 17. Большая медицина. Чьё здоровье она защищает. Личный опыт. Недостаток финансирования исследований, связанных с вопросами питания. Отбросили до года назад. Влияние промышленности. Заглад, покрытый сахарной глазурью. Ким. 16 глава. Правительство. Слуга народа. И вот ещё одна. Любовь промышленности к манипуляциям. Наука, опекаемая промышленностью. Влиятельные группы. Наука, продвигаемая промышленностью. Игнорирование моей критики. Жиры и животная пища. Результаты, обошедшиеся в более чем 100 миллионов долларов. Дезинформация. Американский институт исследования раковых заболеваний. Проблемы со зрением. В общем, покупайте эту книгу на рынках книжных, в магазинах. Я купила эту книгу за 280 гривен на книжном рынке. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!